Здравствуйте, меня зовут Олег Антоненко, вы слушаете подкаст «Что это было». В нем мы говорим о российско-украинской войне. Сейчас самые ожесточенные бои идут в Донецкой и Луганской областях. Бахмут, Углидар, Сватово, Авдеевка, Марьинка. Эти города постоянно звучат в фронтовых сводках. Один из них Авдеевка – город под контролем Украины, который находится всего в 13 километрах севернее Донецка. С 2014 года здесь проходит линия фронта. И, казалось, после начала полномасштабного вторжения, россияне захватят его одним из первых. Но украинские военные удерживают город. Корреспондент BBC Абдужалил Абдурасулов побывал в Авдеевке. О том, что он там увидел, сейчас с ним мы и поговорим. Абдужалил, привет и спасибо, что в перерыве между своими поездками на фронт ты нашел время со мной пообщаться. Привет, Олег. Прежде чем мы поговорим о том, что ты увидел в Авдеевке, я хочу тебя спросить, а в чем вообще стратегическая важность этого города? Почему за него идут вот такие ожесточенные бои? Прям выделить какую-то отдельную значимость этого города именно в плане стратегического значения я не могу, потому что такое же значение, скорее всего, имеют и другие города в Донецкой области, такие как Константиновка или же Бахмут и другие. Возможно, одна из главных причин, почему такие ожесточенные бои идут там, это близость к самому городу Донецк. То есть, как ты сказал, это находится очень близко, буквально в 13 километрах от Донецка самого. И это, получается, составляет определенную угрозу для всех воинских формирований, которые находятся на территории неподконтрольной Украины. И артиллерийские обстрелы, и другая угроза, она существует постоянно. Возможно, значимость ее составляет в том, что российские войска пытаются захватить какой-то объект, который-то существенный, чтобы показать, что вот они достигли определенного успеха. И такой населенный пункт, как Авдеевка, который на самом деле довольно-таки большой городок, был бы, может быть, как раз-таки промежуточным, скажем так, венцом успеха российских военных именно на этом направлении. То есть, как я понимаю, отодвинуть украинские войска от Донецка, во-первых, а во-вторых, показать, что в Донецкой области у российских вооруженных сил есть хоть какие-то успехи. Потому что, напомню, что по сравнению и с Луганской областью, и с наступлением на юге, в Херсонской и Запорожской областях, вот в Донецке российские войска допились успеха только на юге. И главный, так сказать, их приз был город Мариуполь. Что касается остальной территории Донецкой области, то там, в общем, довольно сложно. И еще сложно, потому что с 2014 года, как мы сказали, там проходит линия фронта, там находятся самые боеспособные части украинских вооруженных сил, и там находятся фортификационные сооружения, которые легче оборонять и легче удерживать. С военным аспектом разобрались. Хочу тебя спросить вот о чем. Ты был в Авдеевке несколько раз, и еще до 24 февраля, я помню, что мы с тобой записывали подкаст в январе, кажется, это было в январе, да? И ты рассказывал о рок-группе местных школьников, которые пели и по-украински, и по-русски. Они пережили события 2014 года. У нас есть песня, так и называется, «Война», и припев в ней на украинском, а куплеты на русском, потому что мы просто хотим мира. И поэтому страх того, что это может повториться, но это, естественно, в такой ситуации будет. Ты не знаешь, что с ними сейчас вообще произошло? И расскажи, пожалуйста, о том, на что сейчас похож город, на что похож Авдеевка. Да, я, конечно, знаю, что с ними произошло, потому что я держу с ними связь. К счастью, они смогли выехать из города, они еще выехали в марте, и сейчас находятся в разных городах, в центральной части Украины. Они продолжают петь. Они продолжают репетировать и продолжают петь про мир. И свою песню, которую они сочинили, которая так и называется «Война», они мне говорят, что сейчас эта песня для них звучит совсем по-другому. Те слова, которые в этой песне приобрели совсем новый смысл. Особенно, когда они говорят, мы не забудем свой дом, мы не забудем свой город. Сам факт того, что город, с которым у тебя связано столько воспоминаний, его разрушают. Не только нашу студию, а весь город. Это больно. Что касается самого города, город очень сильно обстреливается постоянно, и поэтому очень много поврежденных и сожженных домов, почти все дома, наверное, там стекла уже разлетелись от взрывной волны. Я буквально не видел ни одного здания, где были бы стекла целые. И что самое интересное, в этом городе активисты, они пытались возродить какой-то местный туризм, они пытались создавать различные мероприятия. И один из их проектов, это была аллея муралов. И вот они приглашали художников, чтобы они рисовали такие красочные муралы, и довольно-таки философским таким смыслом. И сейчас, конечно, это место пустое, там нет людей. Эти муралы, по большому счету, все еще и стоят. А один из муралов, он поврежден, потому что там зияет огромная дыра. Скорее всего, туда опять-таки пролетел какой-то снаряд. Я разговаривал с одним из активистов, который участвовал в этом проекте. Он говорит, когда я вижу эти муралы, для меня каждый раз это символ того периода. Это я всегда вспоминаю тот период, когда мы занимались этими проектами. И эти муралы все еще для меня означают мир. То есть они все еще, когда я вижу их, все еще мне вселяет надежду, что в ближайшее будущее установится мир. Я также разговаривал с местными жителями, те, которые остались там, а там осталось около двух тысяч людей, с теми, с кем я разговаривал. Они говорят, мы не хотим уезжать. Одна женщина мне сказала, что она не хочет выезжать, потому что она не сможет снимать квартиру, у нее не будет работы. Бомжевать, как она говорит, я не собираюсь жить в разных садиках или школах. Это не для меня. Здесь хоть и сложно, хоть и существует определенный риск, но это мой дом, и я останусь тут. Другие люди остаются, потому что у них престарелые родители, за которым нужно присматривать. И родители, они говорят, ни в какую не хотят уезжать. Жизнь в городе, она продолжается, несмотря на все эти обстрелы. Хотя, когда выйдешь на улицу, то по большому счету все улицы пустые. На улице все время стоит такая гнетущая тишина, и единственное, что слышно, это слышны звуки выстрелов из Авдеевки и по Авдеевке. И, конечно, это имеет такой очень сильный эффект, в том плане, что ты стоишь посередине, и это как будто в тех фильмах про зомби, когда город пустой, вокруг тебя все эти здания, где люди довольно-таки недавно жили, и сейчас никого нет. Тут как-то страшновато. Все ушли в подвалы под землю. Ну что, город побитый. И за 8 месяцев его каждый день, каждую ночь бьют. Но люди все-таки живут. Если они все еще остаются в этом городе, большинство из них сейчас переехали в подвалы или же в другие подземные какие-то склады. И я встречался с людьми, которые живут в одном из таких складов. Они нашли подземный склад одного из магазинов и обустроили. И они приложили огромные усилия и сделали из этого заброшенного помещения в довольно-таки уютное место. То есть они принесли столы из пандонов, они смогли сделать кровати. Кто-то принес цветы, чтобы какую-то хоть такую атмосферу поддерживать, чтобы люди не жили только одним гнетущим состоянием. И они говорят, что да, тут страшно, да, нас обстреливают, но это наш город, и мы останемся тут. Никогда мы не могли подумать, что дожив до 60 лет, мы начнем использовать просто буржуйки, которые были в 40-х годах. Мы даже такого никто не мог подумать. Как? Благоцивилизации. Все было. И в один день, один раз, ну все пропало. Я не знаю, какой степени комфорта может идти речь, Абдужалил. Потому что, как ты сказал, они там оборудовали это все пусть и уютно, но это все бункер, да, и у людей нет ни света, ни отопления, ни воды. Ты рассказывал о том, что все стекла выбиты в городе. В городе постоянно слышны звуки стрельбы. Как вообще вот эти вот оставшиеся 2 тысячи из 32 тысяч человек, которые жили в этом городе до начала войны, вот до новой фазы войны, точнее скажем, да, вот как они все-таки выживают в таких условиях? Можешь описать их быт? Вот именно, да, они именно выживают. И как раз-таки одна из женщин в этом подвале, когда я у нее спросил, как вам тут живется, она говорит, это не жизнь, это выживание. Конечно, тот комфорт, который они создали своими силами, это в сравнении с тем, что у них могло бы быть, это еще более-менее, да. Вот одна простая ситуация, которую мне рассказали, так как они опасаются выходить на поверхность, потому что невозможно предугадать, когда прилетит очередной снаряд. Они мне говорят, у нас в туалет это ведро. И попросили, конечно, меня не снимать это ведро, но они говорят, каждое утро, рано утром, когда еще более-менее тихо, мы выносим это ведро наружу. Представляете, они вынуждены все время находиться в этом помещении. У них нету света, но они нашли какую-то солнечную панель и с помощью нее могут подзарядить батарею и, используя новогодние декорации, вот эти лампочки, они пытаются хоть как-то осветить свое помещение, чтобы не быть все время в темноте. Они смогли достать эту печку, буржуйку, и могут иногда, не только у них теперь есть отопление, но они также еще раз в день, а так минимум, они говорят, мы готовим горячую еду. Но это не у всех так. Вот это все квартиры, вот под домой квартира, она вся разбита. Но у меня потолок держится еще. Я также встречал людей, которые живут в многоэтажках, и, конечно, их квартиры, если они и все еще стоят, но, опять-таки, все стекла побиты, здание, скорее всего, тоже повреждено, там нет ни света, ни газа, никакого отопления, но, тем не менее, эти люди остаются в своих квартирах. И я встречал женщину, которая остается в квартире, и она говорит, я сплю в куртке, и если я слышу звук обстрелов, иногда я спускаюсь вниз, но остаюсь все время в подъезде, или же я просто сижу у двери, и жду, если нужно выбегать. Кушать она готовит на улице, используя дрова, потому что больше у нее нет возможностей никак не приготовить еду. И когда мы с ней встретились, она как раз-таки в это время готовила еду. То, что она готовила, это довольно-таки очень простая еда, то есть она кипятила воду на костре и брала горох, и закидывала ее, чтобы сделать гороховый суп. Никакого мяса, никаких других ингредиентов там не было, только горох и вода. Это было ее основное питание на тот день. Она это готовит под звуки взрывов. Когда мы находились, мы часто слышали взрывы именно артиллеристы с наряда. И как раз-таки в один из моментов над нашими головами пролетел такой снаряд. И мы слышали этот гул, и звук падения, и взрыв последующий. И, конечно, было понятно, что это было очень близко, и нам небезопасно оставаться в этом месте. И мы все ринулись внутрь здания, в подъезд, чтобы было хоть какое-то открытие. Но для нее это событие происходит буквально каждый день. То есть каждый день, когда она готовит, она вынуждена идти на улицу и готовить на костре, рискуя своей жизнью, потому что обстрелы не прекращаются. Это вот самая опасная ситуация, в которую вы попали, да, когда были в Авдееве? Да, это была самая опасная ситуация, но в том плане, что снаряд прилетел довольно-таки близко, и мы понимали, что это может быть несколько сотен метров от нас. Благо, что между нами были какие-то здания, и они тоже служили как укрытие. Но было понятно, что оставаться долго на этом месте нельзя, потому что если начался такой массированный обстрел города, то может прилететь еще, и мы уже, может быть, и не будем настолько удачливыми. Поэтому мы не стали оставаться и испытывать свою судьбу. И выехали в другую часть города, где был уже и подъезд, и подвал, куда мы могли спуститься в случае надобности, то есть где мы чувствовали более-менее себя безопаснее. То есть в городе есть разные участки. Те, которые ближе к линии фронта, где идут бои, те, которые чуть дальше, да, и вот там где-то расстояние буквально в сотнях метров, где гораздо опаснее, да, чем в других местах, да. То есть вот тот же город поделен на какие-то участки, где находиться более-менее опасно. А линия фронта там где-то очень рядом, да, проходит? Линия фронта очень рядом, то есть есть на окраине города, если находиться там, то линия фронта, ну, буквально несколько, ну, максимум, может быть, несколько сотен метров. Но опасность существует повсюду. В Авдеевке не имеет большой разницы, где ты находишься. Ближе к этой линии фронта или же на километр дальше от него, потому что обстреливают весь город. Снаряды пролетают всюду, и невозможно предугадать, куда оно упадет. И, конечно, если ты находишься близко к этой самой линии фронта, ты можешь, конечно, попасть под выстрелы и под автоматную очередь, но, тем не менее, опасность, она всюду, и поэтому люди и остаются в своих подвалах, потому что, они говорят, в любой момент может прилететь, они мне даже показывали воронки возле своих зданий, куда снаряды прилетали, и они говорят, вот, если бы мы не находились бы в подвале в это время, то мы могли бы уже с вами не разговаривать в этот момент. Знаешь, ты сказал одну интересную вещь, Абдужалила, вот, об общении с жителями города, одна из жителей, я сказала, что, дескать, она не хочет уезжать, потому что она не хочет бомжевать. Но ту картину, которую ты описал, она, в общем, на нормальную жизнь вообще не похожа. Люди без света, без отопления, без воды, это даже, по мне кажется, страшнее, чем просто быть бездомным на улице. Как люди живут без света и отопления, мы, наверное, проговорили с тобой, а вот без воды, откуда воду берут они? Вот еще, мне кажется, этот момент мы не выяснили. В воду там местные власти установили генераторы, иногда они качают через насосы, и люди знают, в какое время они включают генераторы, и где эти насосы находятся, и они приходят, чтобы набрать воды. Также еще волонтеры иногда разводят воду питьевую в том числе. Но насчет того, что люди остаются в этом месте, несмотря на все эти опасности, да, очень сложно, конечно, их понять. И когда я там находился, я также был вместе с представителями военной администрации Авдеевки, и они также буквально умоляли их, говорят, вам необходимо выехать этой зимой, чтобы вы могли жить в нормальных условиях, чтобы у вас был свет, чтобы у вас была вода, еда и отопление. Здесь зимой вероятность того, что вы не переживете эту зиму очень высокая. То есть они пытались превысить все аргументы, они говорили, что власти организуют и эвакуацию, и предоставят им бесплатное жилье, помогут с едой и проживанием. Тем не менее, эти аргументы на этих людей фактически не действуют. Почему это не действует на них, мне очень сложно объяснить. Конечно, мотивация у всех людей разная, но в том числе, может быть, конечно, и я это слышал очень часто, среди остающихся людей есть и те люди, которые имеют довольно-таки пророссийские взгляды. То есть они, в принципе, не то чтобы за Россию, но им безразлично, скажем так, кто будет управлять ими, главное, чтобы был мир и не стреляли. Вот один из моментов, который я мог описать, вот я был в таком месте, где люди приходят, собираются, чтобы зарядить свои телефоны. То есть местные власти, они установили генераторы и подняли мобильную антенну, чтобы была мобильная связь. И люди туда приходят, заряжают свои телефоны и могут сделать телефонные звонки и пообщаться с родными. И туда я пришел с представителями местной администрации, они опять-таки со всеми этими жителями, которые находились там, пытались поговорить и объяснить о необходимости эвакуации. Но никто из них не соглашался. Не то, что они в открытом не говорили, они пытались говорить, ну это же наш город, мы не хотим. Но было видно, что диалога особого у власти с этими людьми не существует. То есть они остаются при своем мнении, несмотря ни на что. Да, и видимо, если уж обстрелы на них не влияют, то что-то другое вряд ли способно. Ну, в частности, вот уговоры властей, тут, мне кажется, этот аргумент словесный уже, ну, не знаю, не настолько существенный, как взрывы, выстрелы, жизнь с постоянной опасностью. Да, вот то, что власти еще говорят им, вот скоро будет зима, и дороги не будут чиститься, потому что коммунальные службы сейчас там фактически не работают. МЧС сейчас там не функционирует, потому что побили весь их транспорт, физически не могут там работать сейчас. Говорят, если даже вы захотите потом выехать, мы вас просто физически не сможем вывезти, потому что будут дороги завалены с вегом, они не будут чиститься. И даже если у вас будет еда какая-то, но вы просто можете замерзнуть, потому что нет никакого отопления, генераторы, которые там будут буквально единицы. И как вы собираетесь переживать эту зиму? Раньше, если до войны не сильно верующие были люди, то сейчас, как вам сказать, вот смотрите, уголок. Это человек начинает верить, просто начинает верить. Абдужалил, не могу тебя не спросить в завершении нашего разговора о том, что ты недавно был еще и в Херсонской области, стал свидетелем освобождения праведережной части этой области украинскими войсками. Расскажи, что ты увидел, что тебе больше всего запомнилось из той поездки? Это была очень запоминающая поездка, потому что я поехал туда вместе с военными, которые возвращались в Херсон впервые после российского вторжения. То есть все это время они не видели своих родных, они не были дома, и вот у них наконец-таки выпала возможность выехать и их увидеть. Конечно, они какую-то там связь поддерживали, они пересписывались через мессенджеры, они иногда созванивались, когда это было возможно. Но вот увидеть их и обнять, это была их первая возможность. И я выехал с ними, и вот те эмоции, которые вот эти люди испытывали, эти слезы, это, конечно, было очень впечатляющее. Боже, Олежка! Да? Пошел! Играть, господи, хлопцы! Да, да. Я кого-нибудь! Братоны, вы молодцы, вы держались крепко. Мы знали, что мы все... Люди впервые видели своих родных, своих тетей, своих дядей, своих сестер. Там один из военных впервые увидел своих родителей за последние 9 месяцев. Эти люди, вот военные, они сами из Херсона, из Херсонской области. То есть для них эта война, это освобождение своего дома. Можешь о ком-то рассказать, рассказать какую-то конкретную историю о военном украинском? Вот один из военных, Александр, он встретился со своей тетей, то есть с сестрой его мамы. Конечно, там была такая комическая ситуация, она не сразу его узнала, потому что он был в очках, и когда он снял эти очки, она сразу ахнула, и кинулась к нему на шею, начала его обнимать и целовать. Ну что самое интересное, после этого он, используя вот старли, который был у военных, он подключил телефон к сети, и они смогли позвонить маме Александра, то есть к сестре этой женщины. Галя, включим видео. Ну и шо? Включая видео. И она вот впервые за все это время смогла с ней пообщаться, получается. И вот эти слезы, вот она говорит и она плачет. Она плохо слышала, что сестра говорила, ее сестра находилась в это время в общественном транспорте, она говорит, я не могу говорить, я в троллейбусе своему сыну, когда он позвонил. Но вот когда она начала разговаривать со своей сестрой, было понятно, что она все время плачет, и такая фраза, говорит, мы живы, мы тут, мы живы. То есть она эту фразу повторяла несколько раз, чтобы успокоить свою сестру, которая на другом конце связи, что все, они живы, чтобы не беспокоились. И это было очень эмоционально, вот на это все смотреть, понимаешь, насколько эта война причинила боли и страдания людям, которые живут в этих местах. И вот когда они понимают, что хотя бы для них часть этой войны уже пережиток, в прошлом, что их освободили, эти люди, конечно, они в восторге, они счастливы, они смогли пережить оккупацию. Абдужалил, огромное тебе спасибо за твой рассказ. И знаешь, во время твоего рассказа я все время, так сказать, тоже ловил себя на мысли, что желаю и тебе удачи в твоих этих поездках на фронт, очень непростых, очень сложных с точки зрения безопасности. Но благодаря тебе мы узнаем, что называется, от первого лица, что там происходит. Я еще раз напомню, что беседовал с корреспондентом BBC, Абдужалилом Абдурасуловым. Его репортажи можно увидеть на англоязычных каналах BBC. Ну и спасибо за участие в нашем подкасте. Вы слушали подкаст, что это было. Нас можно найти в подкастах Apple, в YouTube, в Telegram русской службы BBC. За отзывы, лайки, комментарии и распространение этого подкаста. Огромное вам спасибо от всех нас. Меня зовут Олег Антоненко. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok